Итак, ребят, пришел черед посмотреть заключительную серию Что интересно, были классные, просто шедевральные находки Я бы не сказал, что сенсации, что бомбы, как на предыдущих была двушка 25-го Но находки очень приятные, классные, так что приятного вам просмотра Именно последней, заключительной части, где я сделаю обзор того, что я накопал за 3 дня копа Ну что, ребят, остались мы с Михалычем вдвоем Двое удалых и Дмитрий, один остался по верхам И вот так вот на лопате выпала монета Вместе с вами будем смотреть, что это за монета Так, это у нас трешка Трешечка 1879 Ну, затерта, но по крайней мере класс Первый сигнал Этот шурф закладывали первым днем Михалыч Хотя я, да, Михалыч, вам этот шурфик показал И Михалыч с Дэном здесь зашурфились И, как вы видите, хотя бы не видели Здесь они достаточно много количества монет собрали А Дэн шурфил здесь Смотрите, как он там подкуп сделал Ежка, кот, ох И вот с этого вот участка он поднял 12 монет Цари, советы И вот у меня Первая здесь монета Итак, ребята Аська подала хороший сигнал Я говорю Михалычу Либо крупное что-то железное Либо 100% медное И вот смотрите Крупненькое Крупненькое Это у нас 3 копейки 24 Вот такая красавица Ну, неплохой сохран Зря, наверное, камушек сейчас только что от него оторвал Язвочка, наверное, будет А так в целом неплохая Зачет Ребята, у Михалыча Вот такая звезда выпала Я предполагаю, что это накладка От сталинского значка С обратной стороны Вот так вот Если у вас есть варианты, пишите Возможно, вы поможете А так в целом Обычная находка Не зная, что это Ну, а сейчас давайте, ребята По традиции Я вам расскажу то, что попало мне в руки А попала достаточно Интересная вещица Но Не редкая Это у нас знак После смерти Ленина Появилось большое количество Траурных знаков Большинство из них Представлял флаг С изображением Владимира Ильича Ленина И его годами жизни 1870-1924 год Ульянов Владимир Ильич 1870-1924 год Политический государственный деятель Организатор КПСС Основатель советского социалистического государства Являлся одним из основателей Российско-социал-демократического рабочей партии В 1917 году Руководил вооруженным восстанием в России Было большое количество разновидностей Также выполнялись из серебра, бронзы и латуни Существует и разновидность С изображением мавзолея Цена на траурные знаки Стартует от 3000 И достигает 40 тысяч рублей За редкий экземпляр Но это, ребят, не последняя находка Которая связана с траурным знаком Будет еще один подобный знак Так что продолжаем смотреть Интересный шов Приятного вам просмотра Потихоря, ребят Кто? 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 Ух ты! Смотрите, у меня были сейчас Две крупных монеты У Михалыча... А это это Низкий профиль Ага, низко... Нет, это это Царица полей Капуста? Угу Офигеть Совсем слепо Офигеть, блин, не ожидал, блин, я здесь Капуста Класс Класс Сигнал такой звонкий был Ты не глубоко Да Держи Опять Получается Полтора штыка Максимум Да Ладно, хорошо Ребят, минут 10 назад Михалыч поднял двушку Скорица полей И вы знаете Вот он тоже какая-то Монетка Не, у меня обычная 1895 Но тоже трешка Четыре Четыре монеты подряд Четыре монеты подряд Крупные Трешки, двушки Я думаю Застежка От книжки Ладно Не попадала Класс Кваря Кинг прогоняет корову И непонятно Корова прогоняет Либо Трус Лучшая защита Это нападение Держи ШУМ СКОНЕЮ РАún СКОНЕЮ ШУМ 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 Машина ШУМ А то сейчас Наться Забодает ШУМ Идем ШУМ 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 Идем ШУМ ШУМ Кинка, он сейчас со своими врагами как-то с доски все пришел. Кинка, ты трус такой? Ну что, ребята, у нас вкусняшка. Нет ни монета, это куда интересней. Диман уезжал, говорил, найдите металлопластику. Ну и что-то похожее мы нашли. Это у Михалыча. Вы смотрите, эмаль сохранилась. Офигеть, вот это вещица. Огонь, огонь, огонь. Это сегодня самая лучшая пока находка. Смотрите, эмаль, эмаль. Сохранилась, правда, имеется трещинка небольшая. Данная вещь очень интересна. И информации по ней я не смог найти. И вам рассказать, что же нам попалось в руки, не смогу. Но кое-что я все же вам смогу пояснить и предположить. Но для начала хочу сказать, что данное изделие выполнено и разноцветного стекла. Финифть. Финифть – изготовление художественных произведений с помощью стекловидного порошка, эмали, на металлической подложке. Вид прикладного искусства. Стеклянное покрытие является долговечным и не выцветает со временем. Это покрытие применяли на женских украшениях, посуде, в общем, для богатой выделки. Но в нашем случае что-то связано с церковью. И от чего именно предположить сложно. Это может быть нацельный образок, однопрестольного или наперстного креста, книги или даже от головного убора священника – митра. В общем, мне непонятно. Вот и хочу у вас спросить и попросить. Дать мне ответ – от чего это? Заранее спасибо. А сейчас смотрим дальше, что от ищется у нас на нашем шокфере. Приятного просмотра. Ребят, Васька подавала очень громкий сигнал. Ню хренася! Вот это, блин! я таких вот здоровых таких расплющенных первый раз вижу офигеть смотрите какой ёшкин кот блин у тебя есть сегодня каком-нибудь крестик такой для страны для сравнения более вот это коррест офиге вы только посмотрите как у кризиса поле офигеть вот для по но блин разновидности крестов это вообще шикарная вещица будет блин класс класс засыпки так таковой нету блин всего на штык лопаты михалыч вот в этом эпицентре поднял большое количество советских монет но я не показываю пятнашки в конце видео я покажу обзорчик так что вы увидите ребят вот такой крест класс там он камрад какой-то приехал еще вон он стоит семерку помогли у меня аккумулятор на сдухе ладно ну что ребят подходит время к завершению мы сейчас тоже поедем умываться я там сделаю обзорчик того чего я нашел сегодня михалыч тоже пока ты его трусик уже торопится говорит в самару будет пробочки и давайте вот по находкам ребят я пробегусь что у него тут интересная пятак 46 пятак 46 48 по моему вкусная пятнашка 28 царики вот это неплохая копеечка 1855 год хорошая затем двушечка в общем как-то вот так вот получилось ну неплохо сколько тут наверно штук 30 монет такой гребень вообще зачетный шмур дико вот так в общем вот так вот неплохо отдохнули рустик сегодня тоже с находками и это радует ладно роз давай пока счастливо ну а сейчас ребят находки нашей легенды это михалыч вы наверное вы все знаете по прошлым видеосюжетом копает просто огонь у меня монеты а вот у него прям разнообразие жалко такой утраченный крестик вообще огонь было бы если целый в общем у него сегодня прям неплохо значётик блин крутилка сгнила немного основом все советики ну а остальные советы 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 вот самая древняя наверняка есть михалыч экспонаты интересные все они кстати поднимали ладно сейчас мы едем купаться умываться и там ребята вроде конец недели то есть воскресенье заканчивается вечер камрад приехал вон камрады приехали вон эта деревня ребята больше не пустует она была выбита считалось но результаты говорят по-другому находки здесь есть итак ребят в общем закончился наша экспедиция копали мы как и в прошлый раз две ночи и три дня мы остались самые стойкие с михалычем до последнего находки михалыча я показывал но теперь находки остались за мной что я накопал за эти три дня находок в принципе получилось неплохо сейчас набрали водички кстати вот этот родник существует больше двухсот лет находки на склоне были классные здесь коробки ходят по склону и находки в свое время здесь были даже большое количество катяных пятаков как вы знаете на предыдущих выпусках я прям на склоне поднял александровский пятак ну малыш смотрите что творит ребенок есть ребенок сейчас умылись набрали водички и в путь дорогу дорога длинная будет долго в самару будет пробки так что выезжаем пораньше время 6 час так что коп у нас удался есть вкусняшки в частности несколько вкусняшек имеется у меня и сейчас вы увидите так что приятного вам просмотра и вы терите слюни ну что по находкам ребята первый день так вот они находки первого дня я приехал как бы с ночевкой и это первый день вечерний и ночной все что цинусное было это первая верховая трешка двадцать четвертого года затем двушка царская пятнашка серебряная 25 но остальное как бы знаете пятак 30 в общем находки не особо только можно подметить две трешка двадцать четвертый и петта пятнашка двадцать пятого на второй день и вторая ночь здесь уже вкусняшки вкусные зацепился я за фундамент который мы били всю ночь благодаря пятнашки вот этой вот вроде бы как вот этой вот это да зацепились на нем позвал пацанов и все находки которые я парни показывал они выбиты в основном оттуда больше ста монет с одного фундамента двушка низко низко профильная так знаете ну внешний вид более-менее но для этих монет это сохран хороший затем трешка 1903 год двушечка копеечка и это что касается царских вот еще одна двушка неплохая и самое бомбическое что у нас было это конечно вот это это ребята звезда 1922 год 50 копеек рсфср сохран огонь прям вообще шикардос монета почистится будет бомба ну и последний день ребята который мы сейчас сделали после ночи уставшие трешка двадцать четвертого затем еще две трешки с одного фундамента ну и с этого же 30 48 год 5 копеек будет наверное бодренький ну как-то чего-то вот так вот на отсыпки кто-то пропустил вот такое количество получилось у меня пятьдесят шесть монет я считаю что хороший результат общая кучка получается вот такая ребят вы разве сможете накопать такое большое количество верховых монетами нет только шурфы вам могут принести вот так вот это только у меня ребят столько же монет и у парней как вы видали и на обзоре я делал так что имейте ввиду будущее за шурфами на этом ребят и все надеюсь вам понравились мои выходы не знаю сколько получится частей думаю 33 ночи вот две ночи да значит будет три выпуска и я надеюсь вы оцените мои труды старания монтаж все стараюсь сделать для вас ну и конечно если первый раз появился меня на канале обязательно подписывайся буду рад новым зрителям общаюсь со всеми адекватными людьми которые задают вопросы связанные с копом отвечая всем без исключения так что на этом и все ребята до новых встреч палец кверху и до новых выходов у у Субтитры создавал DimaTorzok